Праздничный, кажется, новогодний выпуск. Нет, мы сегодня будем обсуждать глобальные вопросы Евровидения. Оказывается, Россия будет участвовать в Евровидении. Как, почему, разберемся. Я провел целое расследование вместе со своими шептунами, и мы кое-что выяснили. Это Рамузыка, поехали. Да, да, я надел кофточку из нашего уже не выпускающего семерчи. Смотри, чья свешная. А что у меня в руках? Пирамида с елочкой. Да даже не спрашивайте, как ее купить. Никак ее не купить. Кажется, что я в такой пижамке, да, дома. Рамузыка. Привет, ребята, меня зовут Рамин, и это канал Рамузыка. Ну что, чувствуется зимушка, чувствуется праздник. А вот так вот. У еврофанов тоже праздник, потому что Вещательный Союз анонсировал новые правила голосования Евровидения. И там все не так просто, знаете, да? То есть для всех объяснили это в двух словах, но на самом деле все более хитро. Почему? Кто от этого выигрывает? Зачем это вообще сделали? Сейчас мы здесь с вами разберемся. Давайте, хватит мять титьки, давайте обсуждать сразу. 22 ноября Ебу официально анонсировал, что изменил правила голосования на Евровидении, которое пройдет в следующем году. Не просто там какие-то мелочи добавил, да, как будут циферки складываться, а глобальные изменения. Итак, вот такая вот картиночка от Ебу разошлась по соцсетям для большинства людей. Ну, для масс. Что здесь написано? Первое. Только зрители решают, кто победит в полуфиналах. Второе. Жюри все равно будет голосовать в финале. Так. Третье. Неучаствующие страны тоже могут голосовать онлайн. Все. Хотите подробнее? Смотрите дальше. Мы в любом случае, ребят, с вами будем следить за Евровидением. Это международный конкурс с музыкой со всего мира. А знаете, кто против того, чтобы мы слушали музыку со всего мира? Правильно. Музыкальные лейблы, которые все поудаляли со стриминговых сервисов. У меня есть подарок для вас и для всех ваших друзей, которых вы решите поздравить. Это Spotify Bot. Просто молимся, кланяемся. Это сервис, который помогает оплатить подписку на Spotify Premium. Ребята надежные. Они поддерживают наши ролики уже не в первый раз. И я им верю и пользуюсь сам. Ну, а Spotify это самый популярный стриминговый сервис. Одно с другим соединяете и получается волшебный набор, который всем нужен. Делается все очень быстро. Вы получаете индивидуальную подписку на вашем текущем аккаунте. Не нужно будет слушать там рекламы, вытаскивать симки, чтобы что-то включить, потом выключить, VPN всякие заводить. Ничего не нужно. Подключается все очень просто через Telegram. Вы просто выбираете подписку на полгода или год, оплачиваете. Но это еще не все. Есть еще маленькая деталь. По специальному зимнему промокоду SNACKNETIET 15% скидка эксклюзивно всем подписчикам канала Ромузыка. В свете праздников, если у вас есть друзья, которые также любят музыку и изгаляются, там, знаете, скачивают mp3 файлы или пиратят, обрадуйте их. Подписку теперь можно подарить. Просто там же в телеге оплачивайте, значит, подписочку. Придет вам промокод, который вы дарите своему другу, подруге, девушке, парню, маме, папе, кому угодно. Они просто заходят и показывают промокод в техподдержку, и все, и получается бесплатный подарок. И вот вы уже не заметили, как слушаете новогодние новиночки вместе. Все плейлисты, рекомендации, все сохраняется. Сервис предлагает гарантию на подписку на весь период ее действия. Если появляются там какие-то вопросы, без проблем задаете, вам помогут. То есть у ребят много отзывов, все пользуются прям как по маслицу. Все ссылки прямо под видео в описании, ребят. Я рекомендую, без страха вообще, не тормозите. Выходит куча классных песен, не дайте себе засохнуть. Нам это потом все на Грэмми оценивать, и нам надо быть в курсе. Ссылка внизу, а мы продолжаем обсуждать нововведения Евровидения. Референтная группа Ебу выпустила пресс-релиз об изменениях. Что это за референтная группа, кто в нее входит? Рассказываю, это председатель. Три избранных члена из глав делегации, два исполнительных продюсера из предыдущих принимающих стран, и продюсер текущего вещателя, до двух приглашенных участников, в зависимости от опыта и компетенции. Ну и супервайзер Евровидения Мартин Остердаль. Мы его все знаем. Все они на картинке, вот, пожалуйста, с вашим крашем Остердалем. Итак, с 2009 года в полуфиналах и финалах судьбу решали зрители плюс жюри. То есть от каждой страны участник мог получить до 12 баллов от жюри и до 12 баллов от зрителей. Теперь же все вернется как раньше. Голосовать в полуфиналах будут только зрители. Кстати, в 2009 году правила новые ввели как раз вроде как из-за победы Димы Билана, потому что в тот год было прям очевидное блочное голосование, и все соседи голосовали типа друг за друга. Хотя че свистеть, блочное голосование было всегда. Но Евровидение это как Олимпийские игры для многих стран. Тут понимаете, если сосед не проголосовал, то все, значит враг. Ну так вот, в 2009 ввели тогда жюри, добавили к зрителям, и народ завонял, типа верните зрительское голосование. Как так, значит, миллионы людей голосуют, и их голоса приравнивают к каких-то кучке из 4-5 человек жюри разных стран. И вот это всплывало, кстати, в последние годы тоже. Ну вот и свершилось. Вернули. Теперь фэн-фейвориты смогут наконец пробиться в финал. А там уже как судьба рассудит. Жюри, между прочим, останется, но только для финала. То есть пополам разделили, да? То есть и зрители чуть-чуть успокоили, и жюри в финале оставили. Что это значит, и в чем подвох, смотрите дальше. Вот что говорит супервайзер Евровидения Мартин Эстердаль. На протяжении всей своей 67-летней истории конкурс песни Евровидения постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и захватывающим. И мы это с вами видели, да? Небольшие изменения правил голосования иногда вот проводятся в свете меняющегося мира, меняющегося рынка, того, как люди потребляют контент. В 2023 году только зрители конкурса Евровидения будут решать, какие страны пройдут финал. И, отражая глобальное влияние мероприятия, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может отдать свой голос за любимые песни. Видимо, корона-то у него немного подросла. И они на самом деле не ошибаются. То есть после волны успеха всех последних финалистов, вот Дункан Лоренс, Манескин, Роза Лин, которая стрельнула в Америке, то есть реально есть ощущение, что конкурс растет. Плюс Америковидение, да, была франшиза. Мы смотрели на Бусти. Подписывайтесь на Бусти. Там есть записи всех выпусков Америковидения вместе со мной, с переводом. Мы смотрели эксклюзивно только там. И ранний доступ этих видосов тоже там. Заходите. Так что да, все говорит о том, что Евровидение это супер что-то масштабное. Че дальше, говорит Мартин? Благодаря привлечению жюри из музыкальных профессионалов и определению окончательного результата, все песни гранд-финала могут быть оценены по самым широким возможным критериям. Мартин, видимо, хочет сказать, что ладно, да, не орите. В полуфинале будете выбирать вы. Но в финале жюри очень нужно, потому что надо нормально же песни оценить. Че в полуфинале зрителей там наголосовать? Надо нормальную оценку сделать. Для этого в финале жюри останется. Мы с Шептунами провели небольшое расследование. Но для начала надо понять, при чем здесь Россия. Смотрите дальше. Согласно новым правилам, все остальные страны смогут голосовать на конкурсы. Даже те, что не участвуют. Но есть небольшие оговорочки. Ебу пишет, что смогут голосовать люди из стран, которые смотрят конкурс и не участвуют. То есть я делаю вывод, да, слова же не просто так выбираются в официальных стейтментах. Я делаю вывод, что имеется в виду те страны, где будет доступен официальный показ по ТВ. И Ютуб не в счет, да. Хотя, возможно, имеют в виду вообще все страны. Предстоит узнать. Так вот, плюс это все завязано не на смс. Будет, да, не на звонках или приложении, а на специально защищенной платформе, где можно будет использовать кредитную карточку своей страны. Ну и платформа, видимо, будет определять, из какой страны голосуют. Что это значит? Сможет ли голосовать Россия? Россия не состоит в вещательном союзе. Россия не ведет трансляцию Евровидения. Ебу говорит, что можно будет расплачиваться местной карточкой. Ну это же надо как-то сделать, чтобы денежки вывезти потом, да? Будет интересно посмотреть на степень лицемерия, если нам дадут голосовать и тратить деньги, но не дадут участвовать. Что это даст? Зачем это сделали? Смотрите дальше. Во-первых, очевидная причина новых правил – это дополнительные инвестиции. То есть это заработок, все-таки деньги-то и бюджеты может и есть на конкурс. То есть я уверен, что они есть. Но как бы в этом году все организовывала Британия, да? А не страна-победительница. То есть это тоже лишние расходы. Неплохо было бы получить каких-то дополнительных донатов. Но это все второстепенное уже следствие. Я здесь вижу и плюсы, и минусы. Начнем, конечно же, с минусов. Во-первых, Ебу говорит, что сделали это из-за мухляжа на прошлом конкурсе. Но это написано только в пресс-релизе. То есть для остальных, для обычных людей, это просто новость. Типа новые правила! И ничего не помечено. Помните, Мартин Остердаль на последнем конкурсе объявлял, значит, баллы Азербайджана, Грузии, Румынии, Сан-Марина, Польши и Черногории сам. Без видеосвязи. То есть мы не звонили в эти страны. Мартин Остердаль читал баллы сам. Дело в том, что эти страны уличили в сговоре жюри. И, кстати, им ничего за это не было. Абсолютно ничего. Ни штрафа, ни наказания. Только вот сиюминутные последствия в виде обнуления баллов жюри. Вот Ебу пишет, мол, из-за этого случая решили поменять правила. Но из-за этого ли случая? Как вы думаете? Из-за этого ли случая поменялись правила? Дело в том, что Мартин очень сильно давит на то, что нужно сохранить конкурс захватывающим. И на самом деле он станет еще более захватывающим и непредсказуемым. Сейчас расскажу. Так как в полуфиналах уберут жюри, все будет уже на 150% предсказано букмекерами. Это понятно. Тут вообще сомнений нет. Голоса, собранные с остальных стран, будут объединены в одно облако. Типа, знаете, такая 38-я страна. 37 стран участвуют в следующем году. И тоже будут даны баллы от 1 до 12. То есть зрители каждой страны дают от 1 до 12 баллов. Жюри каждой страны дают от 1 до 12 баллов. И все остальные страны, не участвующие, голосующие, еще от 1 до 12 баллов. Что по сути дает еще один рычаг Ебу для мухляжа. Никто не узнает, как там вот эти 150 стран проголосовали. Можно насчитать и напридумывать все что угодно. Главное денежек собрать. Это сборная солянка голосов. В любом случае, я считаю, что вещательный союз страхуется от неожиданности. От неожиданных поворотов на конкурсе. Как бы они ни старались презентовать, что победитель появляется неожиданно, все на самом деле спланировано, вы же понимаете. Но есть и плюсы. Мы сделали небольшие подсчеты и охренели. Хотите узнать почему? Смотрите дальше. Из-за того, что жюри есть только в финале, фактор неожиданности очень сильно увеличивается. Ибо никто нихрена вообще не будет знать. И будет еще интереснее смотреть оглашение результатов в финале. А баллы остальных стран могут дать как раз вот эти вот, вот эту вот разницу, небольшой буст в 1, 2, 3 балла, которые вот обычно зачастую решают исход конкурса. Я уверен, нам еще и покажут, что действительно эти баллы так важны. Уверен, сделают разницу в 1 балл, 2, 3, что вот без них бы было бы все по-другому. Как зрителю нам это естественно нравится, если, конечно, забыть про мухлеж. Далее. Я попросил наших шептунов посмотреть, что было бы, если бы правила работали уже, новые правила, последние два года. Итак, смотрите на картиночку, мы сделали картиночку вам. Мы слева указали тех, кто прошел бы финал, а справа тех, кто не прошел бы финал. Если бы судьбу решали только зрители. И да, если вспомнить, то это довольно яркие выступления. Вот что Ронелла Хаяти, что Андромахи, что Альбина, вы помните же, да? Вместо этого мы в финале видели Мариуса Бера, значит, скулящего, и довольно заунывную песню Надира Рустамли. Почему так? Так что вот, если бы жюри не было, фэн-фейвориты бы прошли, и это яркие выступления с красивым стейджингом. Так еврофаны и оценивают обычно, да? Что-то зрелищное, яркое они выбирают. Теперь посмотрим на баллы. Ронелла и Андромахи получили 12,9 баллов из жюри, а Мариус и Надир 107,96. У Ронеллы и Андромахи 12-е место в финале, у Мариуса и Надира 9-е и 10-е. То же самое в 2021 году. У Альбины и Фюр и Фламме 11-е место в полуфинале, а у Хуверфоник и Анжеллы 9-е и 10-е. То есть, по факту, особо глобально ничего бы не поменялось, да? Надир от зрителей в полуфинале вообще получил 0. То есть, в финале была бы та же ситуация, да? Что мы получили в финале, в итоге конкурса. Но зрители были бы чуть-чуть довольны, чуть-чуть более благодарными, что их, значит, фавориты и больше ярких номеров попали в итоговый концерт. Это ж хорошо, хорошо. Плюс, мы вплоть до финала не узнали бы, что жюри не любят, например, Ронеллу или ту же Андромахи. Смотрели бы, думая, что, значит, все схвачено и Албания, топчик, да? Займут все высокие места. А потом, как охренели бы просто на разболовке. А это значит, больше драмы, больше срача и рейтинги до неба. Для аспекта шоу это огромный плюс. Я, когда увидел, что по баллам там все близко, мне аж обидно за Ронеллу стало. Ну, все равно бы не победила, да. Все равно жюри бы все порешали. Но было бы веселее смотреть на этот вентилятор, на эту писю трясущуюся, на мужиков залазящую. Пусть и ценой свешивания ответственности на зрителей. Что вы думаете? Я считаю, что пока никаких критических правил не приняли. Кроме как вот это голосование всех остальных стран похоже на просто сбор донатов какой-то непонятный. А какой может быть сбор донатов, если Ромузка на стриме собирает донаты? На стриме Евровидения? Что, голосовать там никуда-то в воздух, а потом они просто баллы нарисуют? Так не пойдет. Да, ребят, давайте обсуждать. Тема на самом деле интересная. Я, возможно, говорил слишком быстро, но можете включать на замедленную скорость, нажимать паузы. То есть для этого у нас YouTube-видос. Интерактивно все. Нажимаете, думаете, высказываетесь по ходу просмотра и обсуждаем. Ну все, а мы увидимся с вами в следующем ролике. Пока, ребят. Спасибо. Никогда не попадаю. Как она так может, я не знаю. Все? А, я уже записал аутро. Смотрите, какая бакешка красивая. Ой, как некрасиво. Какие вот красивые. Некрасиво? Красиво.